Уже совсем скоро наступит главный праздник в году. Все, особенно дети, в ожидании новогоднего чуда. Здесь, в Челковском драматическом театре, для них организовали театральное представление. Ожидание волшебства, сказочное ожидание. И чтоб Новый год нам принес радости и исполнение мечет было у всех. Мама там готовит, 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 готовит. Ёлку наряжает, наряжает, наряжает. Кот ест мою ёлку. С веселым настроением и яркими костюмами дети из многодетных и малообеспеченных семей приехали на новогоднюю ёлку. Сегодня здесь полный зрительный зал, около 400 человек. Мы очень хотим, чтобы вы были первыми, добрыми, чтобы вы были честными, чтобы вы были сильными, здоровыми, красивыми, чтобы вы хорошо учились, чтобы выросли и стали достойными гражданами своей любимой страны. Сказка под руководством режиссёра и художественного руководителя театра Светланы Погодиной получилась смешной и доброй. Впечатляющие оформления, декорации, фойе и зале, световые и звуковые эффекты. Художники Алексей Тарасов и Александр Комаров создали атмосферу настоящей сказки. Иногда мне хочется что-то, может быть, космическое сделать для детей, но как-то всё равно в Новый год тянет всё-таки на русский драматический театр. Это значит, что на сцене сказку о добре показывают всем известные и любимые персонажи – Леший, Баба Яга, Кикимора, Снегурочка, Снеговики. Но больше всего дети, конечно, ждут самого главного волшебника – Деда Мороза. Ему многие уже готовы рассказать свои желания. Квадрушку, шопкинс, лего френдс-отель, самокат, непромокаемые перчатки. Тоже непромокаемые перчатки. Организаторы обещают, что представление будет показано по билетам вплоть до конца праздничных выходных. Но на этом волшебство не заканчивается. Каждый год у нас новая сказка на новогодних каникулах. И настолько жалко расставаться с прошлыми сказками, что и в этом году мы решили в последний день каникул, 8-го числа, мы сыграем дополнительно прошлогоднюю сказку «Пиратский праздник Новый год». Она тоже очень интересная. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».